Всем привет, друзья! Вы на канале Apple Siberia. Меня зовут Иван Суслов. Решил попробовать вот такой лайв-формат, посмотреть, как вам вообще зайдёт, не зайдёт. В общем, я немного занят был, потому что у меня возникли трудности с работой. Но вот теперь, думаю, видосики появятся. Сделаю всё же обзор на iPad 2. Я им пользуюсь. Он у меня чисто как такой ютубовский девайс. И есть ещё один ютубовский девайс, но на самом деле он у меня находится у родителей. Вот вы можете заметить, это вот этот замечательный iMac. Кстати, у меня там на заднем плане идёт видео Евгена BadComedian. Он выпустил новый обзор на фильм «За гранью реальности». Но на самом деле он не очень как-то смешной, ну, по крайней мере, для меня. Мне больше про Невского понравился. Вот там действительно я очень сильно угорал. Так что, если никто не знает про Евгена, обязательно подпишитесь на него. Очень крутой чувак. На самом деле я даже не знаю. Мне кажется, почти все, наверное, на русском ютубе знают Евгена BadComedian. Но если вы не знаете, то обязательно подпишитесь. Давайте, наверное, я сейчас расскажу про iMac. Переключусь на другую сторону камеру и рассмотрим его поближе. Вот такой iMac. Клавиатура, кстати, не оригинальная, какая-то китайская. На ней не было русской раскладки, поэтому мне пришлось на Алиэкспрессе заказать вот такие вот буквы. Выглядят они, кстати, стрёмно, потому что вот шрифты скачут даже. И вот тут буквы «Е» нету. Она находится, насколько я знаю, вот здесь. Но её почему-то нету. Китайцы решили, что она мне нужна. Кстати, в комплекте мне ещё дали вот такой пульт. Это от Apple TV 3. Кстати, раньше, оказывается, посмотрел на коробки, они шли вместе с iMac'ами тоже. Но это вот у меня iMac 2008 года. Да, я сейчас характеристики чуть попозже расскажу. Вот такой вот пультик замечательный. На самом деле, очень прикольно. То, что можно вот звук менять. И, допустим, даже здесь на ещё Mac'е, на MacBook'е у меня ещё тоже до сих пор эта штука сохранилась. И это, блин, прям очень прикольная штука. Мышка. Это Magic Mouse 2. А, нет, я вру. Это Mighty Mouse. Да. Если вот тут присмотреться, то тут ничего не написано. Ну, по модели вы можете, в принципе, загуглить. Это Mighty Mouse. У неё как бы... Нет, здесь не одна кнопка, их на самом деле две. То есть, вот смотрите, вот правая кнопка мыши, а вот левая кнопка мыши. И также, если вот вы видите вот эту серую штучку, если её сжать, то можно настроить определённую комбинацию клавиш. То есть, у меня, допустим, открывается Mission Control. Можно на самом деле настроить, по-моему, там есть выбор. Давайте сейчас глянем, наверное, даже, что можно настроить. Да. Ну вот, Exposee, Dashboard, Spotlight. Выключить четвёртая кнопка. Я даже не знаю, что это. Ну вот у меня Mission Control стоит. Так, мышку я покупал отдельно. Блин, колёсико, кстати, довольно такое прикольное. Прям очень крутое. Купил её за 500 рублей на Авито тоже. Девушка продавала, сказала, у парня был iMac. И вот с него осталось. Ну, в оригинальном комплексе, кстати, она вместе с ним шла. Шёл вот этот пультик, да. И клавиатура. Ну, клавиатура, соответственно, оригинальная. Я не помню, Apple Magic Keyboard, по-моему, первой версией с ним шла. В общем, давайте сейчас остановимся на самом iMac. Я зайду сразу в пункт об этом iMac. Об этом Mac, точнее. И вот вы видите, что здесь стоит OST NL Capitan. Это iMac 20-дюймовый. Начало 2008 года. На Core 2 Duo. Это получается... Он такой уже не в базовой немножко комплектации. То есть, базовая комплектация выглядит немного иначе и послабее. Потому что, ну, там количество гигагерц, насколько я могу знать, там поменьше. Память 4 гигабайта. Но, кстати, можно установить 6. Хотя сайт Apple говорит, что только 4. Но на самом деле я нашёл кучу видео, где чуваки устанавливают... Вот здесь оперативка находится снизу. Там можно отверточкой открутить. На самом деле очень прикольно, то, что она там снизу находится. И можно без какой-либо запары поменять оперативку. Вот. И жёсткие... Так, видео на 256 мегабайт. AT Radeon HD 2600 PRO. И жёсткий диск на 320 гигабайт. Просто обычный HDD. И справа находится вот эта вот штука. Я уже даже забыл, как она называется. Да, это привод для дисков. Я им, блин, никогда не пользовался. Тут, кстати, нет разъёма для флешки. Потом только они появились в iMac'ах. Здесь в яблоке находится ИК-порт для управления, собственно. А вот на MacBook'е он находится вот здесь. Можете видеть его. Задник у него чёрный. Я, наверное, задник не очень буду показывать, потому что, ну... Я вам проще картинкой наложу. Мне неохота его просто переворачивать. Давайте, наверное, попробуем сейчас запустить какое-нибудь приложение. Оно, допустим, Safari. Ну, ладно, он у меня был открыт. Завершим. И вот так оно запускается. В принципе, сайт Apple работает. То есть, загружается прям абсолютно всё на L-капитане. Фокусируйся, чувак. Не хочет у меня фокусироваться. Вот так получше. Вот, как мы видим, всё работает. Колёсико очень интересно скролится на мышке. Прям прикольно. Давайте попробуем ещё какой-нибудь сайт. Допустим, Яндекс. Всё, в принципе, довольно быстро работает. Для чего я его купил, собственно, хочется сказать. Да, кстати, купил его за 14 тысяч рублей на Авито. Там шла коробка. Ну и, собственно, вот эта вот вся комплектация, которую вы видите. Купил я чисто для родителей, для того, чтобы они... Ну, допустим, у меня отец любит сидеть в дроме, там мама в одноклассниках, там YouTube. И чтобы они, собственно, не парились с огромным системником, который у нас был. Он тут под ногами стоял огромный гроб. Монитор, там куча проводов от клавиатуры, там и так далее. А тут просто идёт один проводок от мышки, и там провод питания уходит к стене. И это прям очень круто. И чисто такой очень красивый моноблок. Блин, ну прям очень круто. Давайте попробуем, запустим какое-нибудь видео на YouTube. Допустим, 4К. Посмотрим, вытянет или нет. Я на самом деле, конечно, знаю, что уже не вытянет. Он даже Full HD в 60 кадров очень плохо воспроизводит. Но, допустим, для обычного Full HD его прям будет очень за глаза. Тут даже нельзя... А, Safari же не поддерживает 4К на старых моделях. Поэтому придётся довольствоваться 140... 1440, точнее, IP. Ну вот даже... Хотя 1440, в принципе, как мы видим, идёт плавно. Интернет здесь довольно плохой. Поэтому небольшие тормоза. Да, нет, лаги есть. Может быть, это при перемотке было? Ну да, в принципе, вот он вроде немножко прокашировался. Но нет, есть лаги. Да-да-да. Ну плюс ещё интернет. Но, допустим, в Full HD вообще без проблем... Ой, ой-ой-ой. Тут ещё из-за скорости интернета у меня плохо. Плохо это всё грузит. Но, что я могу сказать? Экран просто шикарный. Просто фантастический экран. Разрешение у него 1680 на... 1050. И, блин, он просто шикарный, этот экран. Я очень завидую тем людям, которые в 2008-м могли купить себе такой компьютер. Это просто была бомба. Я установил также на него старенький Final Cut. У меня сейчас новая версия на MacBook'е стоит. Но на этом компе я, конечно, не монтирую. Он у меня чисто для такой ностальгии стоит. И, блин, старый Final Cut. Очень круто. Чёрт. Это прям очень круто. Также закинул немного игрушек. Ну, могу сказать, в принципе, у меня девушка в Sims играет. Они не лагают. GTA San Andreas на максималках. Тоже не лагает. Black Ops что-то глючит. Надо её удалить, кстати. Modern Warfare. Ну, так, на средних идёт. Но это как достать соседа. Они, конечно, не лагают. И нормально работает. Давайте попробуем, наверное, ещё Photoshop запустить. Потому что, в принципе, для такой оценки, скажем так, посмотрим, как он работает. Ну, я могу сказать, что, в принципе, с ним тоже проблем не было. И он работает довольно хорошо. Вот даже, в принципе, запускается довольно быстро. И... Ой, я не хочу входить. Не надо. Не надо. И вот, в принципе, можно уже работать. Как вы видите, всё довольно быстро. Давайте сейчас завершим этот Adobe Application Manager. Пиксельматор. Может, он мне не нравится, что он там что-то делает. Какие ещё программы? Ну, давайте Пиксельматор. Типа аналог Photoshop. Мне он очень нравится. Я в нём довольно часто делаю картинки. Такие вот, в принципе, все превьюшки, которые вы видите, я сделал в Пиксельматоре. Ну, у меня там Пиксельматор Pro, это немножко другая версия. И вот, как вы видите, тоже всё прям очень быстро запустилось. Можно уже что-нибудь сделать. Ну, немножко подтормаживает самую малость. Но всё работает. Но всё работает. Либо, когда стоит вот такой замечательный, просто один красивый моноблок. И в нём находится всё. Ну, блин. Мне кажется, выбор очевиден. Конечно, есть какие-то частные случаи. Я не буду в них даваться. Но, вот, допустим, для родителей сделать вот такой вот подарок в качестве такой рабочей машинки. Для Word, допустим, Excel. Я на нём, в принципе, тоже их запускал. И, ну, на данный момент их просто нету. Потому что родителям они не нужны. Я оставил только так. Всё самое нужное себе немножко и для них. В качестве такой рабочей машинки и для YouTube-чика, там вот, одноклассников. Потому что им нравится там мемайски смотреть в одноклассниках. Я думаю, это просто, ну, must-have. Вот, серьёзно, блин. Блин, его вид внешний, это, блин, как говорил Джобс, по-моему, он говорил это про иконки. Ну, хотя про экраны, по-моему, он тоже говорил, что реальный экран тут хочется взять и облизать. Ну, потому что он очень крутой. Даже несмотря на то, что тут не IPS, а TFT-матрица старая. В принципе, я думал, она должна была выгореть. То есть, просто задумайтесь, компьютеру 10 лет. И за это время, я думаю, матрица на каком-нибудь другом ноутбуке старом. Ну, я, конечно, не буду брать тоже в абсолют, но в большинстве своём, мне кажется, по-любому уже есть какие-то выгоревшие участки, там, пиксели биты. А здесь просто, ну, идеальный экран за 10 лет. Я, конечно, не очень знаю, как он эксплуатировался, но никаких засветов, ничего нет абсолютно. Для начинающих фотографов, кстати, я думаю, тоже стоит рассмотреть этот вариант, потому что фотки всё же полегче, чем видео. Но стоит понимать, что фотки фотками мощности может и не хватить, если у вас действительно какой-то там очень крутой фотоаппарат, там, равки. Но для начала, для начала это просто супер с этим экраном. Действительно, ваши фотографии будут выглядеть очень круто, там куча цветовых профилей. И, блин, работа за ним, за этим iMac будет просто приносить вам удовольствие. Я надеюсь, этот формат вам зашёл. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Очень интересно услышать ваше мнение, стоит ли пилить такие видосы. И всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok